Здравствуйте! Вы смотрите передачи Таганрогской телевизионной сети. В эфире очередной выпуск программы «Обо всем понемногу». С вами я, ее автор и ведущий Евгений Токарян. На прошедшей неделе футболисты Таганрогского форта провели две встречи. На своей арене игру Кубка страны с футбольным клубом «Кубань Холдинг» из станицы Павловской и выездную встречу 24-го тура с футбольным клубом «Астрахань». Я предлагаю вам отчет об этих двух встречах. После выездной победы в Кубке России в Каменск-Шахтинском над местным строителем болельщики форта ждали от своих любимцев победы в домашнем матче над командой «Кубань Холдинг» из станицы Павловской. Но на 12-й минуте встречи главный судья Андрей Стрелков усмотрел нарушение правил в действиях Александра Панченко против пацаназа Ревазова и без колебаний указал на точку. К мячу подошел сам пострадавший и, разведя по углам мяч и Николай Маскаленко, открыл счет. До конца первого тайма счет мог измениться как минимум еще трижды, но отлично игравшие Николай Маскаленко и его визави Александр Стенякин не позволили поразить свои ворота. Во втором тайме ближе к голову были гости. На 74-й минуте удар Павловщанина Андрея Малолетова пришелся в перекладину. Площадь удар в ближний перекладина спасает сейчас форты от потенциального вылета из Кубка России. Это Малолетов едва не воспользует своим шансом, отбивает мяч. А выход 1 на 1 Павла Банщикова ликвидировал Николай Маскаленко. На 82-й минуте вернуть форты в игру мог Тимур Меликесцев, но наш форвард не смог с близкого расстояния протолкнуть ворота Александра Стенякина. Итак, поражение 0-1 и дальнейшую борьбу в Кубке России продолжат Павловщане. Накануне обе команды уступили в третьем раунде Кубка России и выбыли из розыгрыша. Поэтому и те, и другие наверняка хотели показать, что поражение в Кубке не повлияло на боевой дух футболистов. И лучшим доказательством могла стать победа в этом матче. Уже на 7-й минуте, получив пас из глубины поля, форвард хозяев поля Павел Саламатин ворвался в штрафную площадь Форте, но пробил мимо ворот. Гости ответили на 11-й минуте, когда атаку Форте завершал, войдя в штрафную площадь горожан Сергей Косицын, но после его удара мяч пролетел над перекладиной. А на 15-й минуте, завершая комбинацию Форте, Магомед Абакаров прострелил во вратарскую площадь, и Тимур Меликесцев, воспользовавшись неразберихой в защитных видах астраханцев, с третьей попытки отправил мяч в ворота Анатолия Красильникова. Уже в добавленное к первому тайму время опасно бил поворотом Георгия Королева нападающий горожан Павел Саламатин, но мяч пролетел над перекладиной. Во втором тайме гости продолжали владеть преимуществом, и на 15-й минуте комбинация карташол Меликесцев-Калмаков Меликесцев завершилась вторым голом Тимура, оформляющего дубль в этом матче. Разыграли Магомед Абакаров, 11-й мяч в этом сезоне, и 0-2. Ну и опять в штрафной площади. Гости разыграли, как на тренировке, мяч. А через две минуты таганожцы перехватили мяч в центре поля, и Магомед Абакаров, ворвавшись в штрафную площадь горожан, переиграл голкипера Анатолия Красильникова. Забив третий гол в этой встрече, лучший бомбардир Форте записал на свой счет 11-й мяч в этом сезоне. Все попытки хозяев поля уйти от крупного поражения ни к чему не привели. Самый голевой момент во втором тайме создал самый активный игрок в составе горожан Павел Соломатин, но с его ударом справился Георгий Королев. Итак, очень важная гостевая победа, которая позволила Форте единолично возглавить турнирную таблицу южной группы дивизиона Б. В следующем туре Форте на своей арене примет футбольный клуб Кубань-Холдинг из станицы Павловской, который переиграл нашу команду в третьем туре Кубка страны. 12 сентября Таганрогу исполняется 326 лет. Я решил узнать, что помнят жители и гости нашего города об истории его создания и провел традиционный экспресс-опрос. Совсем скоро Таганрог будет отвечать свой очередной день рождения. Скажите, пожалуйста, вы знаете, когда этот день отличается? Я знаю, что день освобождения Таганрога мой день рождения 30 августа от фашистских захватчиков, а день рождения города, по-моему, 12 сентября, если я не ошибаюсь. Вы не ошибаетесь. Ой, вы знаете, даже не помню, да, это честное слово. А месяц? А? Месяц. Месяц сентябрь. Сентябрь. Ну, я вам подскажу, 12 сентября. Ну, я здесь недолго, не знаю, я только знаю год, в котором основали Таганрог. И в каком? В 1598 годах. В 1698 годах. Ну, я тебе тогда подскажу, 12 сентября. 12 сентября. Ну, близко, кстати, с днем рождения нашей станицы, 25. 25 сентября. Вот, видишь, куда я? Да. Ну, свою, конечно, родное помнишь. А тут пока что годик, ну, не особо запоминаешь так. Вещи такие маленькие. Ну, понятно. Буду помнить. Ну, наверное, 12 сентября. Я не помню. Ну, наверное, а точно. Не скоро. 9 сентября. Ну, не 9-я, 12-я. Ну, тем не менее. Ну, близко. Да. А я не знаю. Я знаю, что первую субботу и сентября обычно так. Ну, это как бы отмечают субботу или воскресенье. А вообще, когда дата? Не знаю. Ну, я вам подскажу. 12 сентября. Запомни. Ну, в Таганроге день рождения города отмечается 12 сентября. Скажите, пожалуйста, а когда, в каком году был создан наш город? В тысячу... так, ему 300. В лет 300 городов. В лет 300 с чем-то, нет. В 1792 или в тысячу... не помню точно. В 1692. В 94-м. В 8-м. Ну, вот. Мы так и говорим. Где-то так. В 1698-м. Примерно. Так, 300... в 1698-м году. В 1598-м. В 1698-м году. В 1698-м году. В 1699-м. Или 1689-м. В 1698-м году. В 1698-м году. В 1698-м году. Скажите, пожалуйста, а кто является основателем нашего города? Ну, Петр Первый, конечно же. Он заложил здесь крепость. Троицк назывался сначала город. Церковь заложил крепость. И, да, и... Наверное... Ну, естественно, порт, потому что это были, как говорят, южные ворота России. Но потом... Ну, я знаю, что Питер младше Таганрога на 100 лет, по-моему, на 100 с чем-то лет. На 5. На 5? Нет. Не может быть на 100 лет. Мне... Ну, там вот такая вот история в голове. Петр Первый. Екатерина Вторая активно участие принимала. Александр Первый. Ну, да. Ну, создал все-таки Петр Первый, да? Петр Первый, да. Петр Великий Первый. Петр Первый был инициатором, и он заложил наш город. Петр Первый. Ну, считается, что Петр, хотя есть разночтение на этот счет. Ну, о разночтениях, к сожалению или к счастью, я не слышал. Петр Первый, мы все это знаем. Ну, естественно, Петр Первый, император всея Руси. А вы помните, как звали императора полностью фамилия, имя и отчество? Императора кого? Петра Первого? Ну, конечно. Так, ну, так, чтобы... Ну, романов тоже... Я не знаю, насколько... Петр Первый всегда Петр Первый. Не задумывалась я. Ну, фамилию вы правильно назвали. Петр Алексеевич, да? Так. Петр Алексеевич. И фамилия? Ну, Романов Петр Алексеевич. Романов Петр Алексеевич, все правильно. Петр Алексеевич... Нарышкин. Какая династия правила до 17-го года? До 17-го года Романовы? Романовы. А я вспоминаю фамилию матери. По матери, да. По матери он на ручке. Все правильно. Петр Алексеевич. А фамилия? Романов. Ох, а... Романов. 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 А что так не смело? Да, знаете, устал очень сильно. Я понял. Романов Петр Алексеевич. Петр Алексеевич. Петр Алексеевич. А фамилия? Алексеев. Родин. А какая династия царей правила у нас до 17-го года по условиям? Романовы. Романовы. Итак? Романов тогда. Романов? Петр Алексеевич. Вот я попалась. Нет. На удивление нет, к сожалению. Знаешь, что Петр Алексеевич новый, а фамилия его точно не попал. Петр Алексеевич. Романов? Романов. Ну вот, все мы, оказывается, знаем. Просто это было так давно. И скрываем. Так, полные романов. Петр Алексеевич. А какова была цель? Зачем Петр создавал наш город? Я уже коснулась, как исторически мы учили еще в школе, что это были как бы южные ворота России. Но планы потом изменились, и город стал просто торговым центром и портом по торговле с нашими южными соседями. И я думаю, что да. Основание это был порт, торговля. И я думаю, что, конечно, как защита тоже рассчитывалась. Уже была крепость заложена. Как защита этой стороны, государства российского. Я так думаю, да. Да, это был первый форпост России на юге нашей державы, да? Да. Для укрепления южных рубежей страны. Морских рубежей, в первую очередь. Потому что предстояла война с Турцией, и поэтому он должен был укрепить этот южный фланг нашей Родины. Ну, это мое личное мнение. Я думаю, оно совпадает и с мнением других, да? Наверное. Форт здесь основать. Крепость для контроля Азовского моря непосредственно. Стратегически укрепить место. Для обороны Азовского моря крепость здесь была создана, потому что нападали на нас. А от кого мы должны были здесь обороняться? От турок. Чтобы построить порт, потому что Таганок рядом находится с морем. И только для этого? Не знаю. Ну, хорошо. А скажи, пожалуйста, вот, ну, как бы, мы говорим о том, что это первая база военно-морская России. Для чего он именно базу военную здесь создавал? Потому что это была Османская империя рядом. И он завоевывал Азов. Это была раньше Турцией. Это Османская империя была. И Азов был, скажем так, это крепость была. И он нападал на нее. Он завоевал ее не с первого раза. А потом Таганрог создал для чего, раз у него уже была крепость? Для развития. Потому что тут еще купцы были. Но турки обрадовались, что у них Азов отобрали? Нет. Не обрадовались. И что они хотели сделать? Собрать обратно. Это логично. А Петр Первый построил здесь крепость? Ну да, крепость и военный флот, чтобы не отдавать Азов. Ну рубежи защищать свои. Тут же бастионы всякие строились. А от кого? От кого угроза здесь была нам? Я не помню. Ну рядом Крым. Ну турки, наверное. Не наверное, а точно. Ну это было создание первой военно-морской базы России. А зачем? Ну чтобы противостоять врагам со стороны Черного моря. А какие здесь враги были у России? Ну Турция, например. А сейчас об истории создания Таганрога участникам экспресс-опроса и зрителям программы рассказывает старший научный сотрудник музея-заповедника Алла Цымбал. Рождение Таганрога связано с началом преобразовательной деятельности великого реформатора и великого правителя Петра Первого. Четвертый правитель из рода Романовых Петр Алексеевич Романов воцарился в десятилетнем возрасте. В 1682 году он стал царем. Но начало его самостоятельного правления относится к 1694 году, когда Петр Первый выходит из-под опеки своих многочисленных родственников, матери, и начинает предпринимать самостоятельные шаги в внешнеполитической сфере. Одной из самых насущных задач внешней политики российской было решение южного вопроса и, конечно, получение выхода к морю. Россия – огромная страна, существовала в очень сложных условиях. Отсутствие морских берегов сказывалось и на развитии внешнеполитическом, на развитии экономической страны. С 1686 года Россия входила в Священный Союз. Он объединял европейские государства, боровшиеся с Османской империей. Османская империя, захватившая все берега Азовского, Черного, части Средиземного моря, она в это время была одним из мощнейших государств. В 17 веке турецкие войска сождали Вену. В 17 веке русские предприняли два крымских похода. Во времена правления Софии, старшей сестры Петра I и оба похода закончились ничем. Членство в Священном Союзе требовало от России решительных действий. И вот Петр I, душа которого была устремлена к морю, который уже с детства учился водить корабли, учился их строить. Он решает предпринять поход против Турции и начать войну с Турцией. Петр начинает готовить поход против турецкого господства на юге, но он направляет свои войска не в Крым, а в крепость Азов, самой мощной северной крепости Турецкой империи. Первый поход к Азову в 1695 году закончился поражением. И здесь проявилось удивительное качество Петра как правителя, как человека, как реформатора. Поражение никогда не обескураживали его. Они никогда не вводили его в ступор. Они давали ему энергию и давали ему силы найти выход из сложившейся ситуации и заложить основу для будущих побед. Вернувшись из похода о невзятии Азова, как говорил сам Петр Первый, Петр предпринимает огромные усилия по строительству флота, флотилии. Он понимает, что без флотилии турецкую крепость взять не удастся. В Преображенском Воронеже начинают строить корабли для Азовской флотилии, которые должны были помочь овладеть турецкой крепостью. И вот эта грибная флотилия в мае 1696 года приблизилась к Азову. После двухмесячной осады Азов был взят. Эта первая победа воодушевила царя, и он находился в состоянии радостной деятельности. Он четко видел, что делать надо дальше. Уже на следующий день, после взятия Азова, Петр Первый с небольшой свитой отправляется в путешествие вдоль берегов Азовского моря. Он ищет место для новой крепости, которая бы стала первым российским форпостом на южных морских берегах. Вот как описывал это в своем дневнике сопровождавший Петра Первого в этом путешествии контр-адмирал Патрик Гордон. 26 июля около полудня Его Величество пригласил генералиссимуса, меня и других ехать водой и изыскать место, где можно было построить город и гавань. В 5 часов утра 27-го якоря были подняты, однако мы из-за низкой воды не могли идти вперед, поэтому оставили галеры и плыли в лодках к упомянутому Таганрогу. Там высокий скалистый берег, море глубоко, есть просторное место для гавани и кроме того там есть небольшой родник со здоровой водой. Все это говорило за Таганрог. Вот это уже перед нами основание города, нога будущего императора, первого императора России ступила на мысль и мысль его заработала о том, как построена будет здесь крепость, как построена будет гавань и Россия обретет первую военно-морскую базу, первую стоянку для его флота, которому предстояло еще родиться. В октябре 1696-го года, вернувшись из Азова и на Боярской думе, докладывая боярам о своей победе, которой Петр гордился первым триумфом русского оружия над турками, Петр выступает с такой программной речью и обосновывает необходимость строительства флота для России. И в этой же речи он говорит, разоренный и выжженный Азов благоустроить вновь и населить войскам немалым, да неподалеку оттуда, где заложена мною крепость Таганрог, сию крепость благоустроить и населить же. Еще подребно еженам способнее морем воевать, нежели сухим путем построить караван 40 или более того судов. Мы видим, что рождение Таганрога оно одновременно происходит с рождением флота. И это очень важно. К сожалению, в Таганроге вот как-то вот смысл этого понятия размылся из-за того, что потом был Пушкарский приказ издавался, под которым кстати нет подписи Петра I, от него почему-то идет дата основания Таганрога, но именно в июле 1696 года был рожден Таганрог, рожден царем Петром I. Уже в марте 1697 года присылаются сюда по решению Петра I Боярской думы Пушкарского приказа работные люди с украинских городов около 20 тысяч летом 1697 года приезжает на строительство французский инженер Антоний Деловаль посланный в Россию императором австрийским но Петр I на беду нашего города уезжает в это время великое посольство и как водится в России дело начинает тормозиться как писал таганрукский историк Павел Петрович Филевский дело настоящее превратилось в дело бумажное идет бесконечная переписка царь выбрал место но почему-то Деловаля больше устраивает Петрушина коса он хочет строить крепость там и гавань и вот эта бесконечная переписка бесконечная волокита приводит к тому что строительство как таковое тормозится но в великом посольстве совершая путешествия по всей Европе Петр I не забывает о своей победе и не забывает о том что он выбрал здесь место для того чтобы Россия закрепилась на этих берегах находясь в Антверпене в доме знаменитого коллекционера Вильды и знакомясь с его коллекцией карты книг Петр I рисует коллекционеру Устье Дона рассказывая о своей первой победе рассказывая о том как была взята турецкая крепость Азов этот рисунок это бесценное свидетельство того что мысль об этих местах не покидает Петра I даже в Европе во время вот этого его удивительного путешествия Великое посольство прекращает свое путешествие из-за того что в Москве начался стрелецкий бунт в августе 1696 года он возвращается в Москву в страшном гневе но полный новых планов надо сказать что к приезду Петра I следствие было завершено но его это не удовлетворило он провел новое следствие и все мы знаем что после вот этого образно говоря утра стрелецкой казни стрелецкие войска в общем-то перестали существовать Петр I уже знал что он хочет он знал что он будет делать и всяких кто становился у него на пути должен был отойти или мог быть уничтожен и вот здесь в приказных людях начинается переполох они там волю царя не исполнили он-то приказал строить город-крепость а строительство не ведется и таким образом в приказных палатах пушкарского приказа рождается указ о назначении суданового итальянского инженера Матвея Симонта который должен был начать строительство гавани на том месте которое было определено Петром I надо сказать что в это время вот это строительство которое было начато оно было очень важным для России хотя во время Великого посольства Петр I уже принял решение начать войну со Швецией но он хотел закрепиться здесь на юге он хотел закрепить вот этот свой первый шаг к морю и зная о том что царь планирует приезд в Азов и посещение мыса Таганрук здесь начались очень энергичные активные строительные работы Петр I не замедлил поинтересоваться как идут дела а уже весной 1699 года прибыв в Азов он вскоре приехал осмотреть Таганрук строящуюся гавань но а уже позднее из Воронежа спустились в Азов построенные корабли из Азова они были переведены в Таганрог и здесь летом 1699 года очень важное событие для России случилось впервые русская эскадра русский флот отправился в Черное море и способствовало тому что Россия заключила с Турцией в 1700 году Константинопольский мир на следующий день после подписания Константинопольского мира Петр I начинает Северную войну со Швецией то есть мы видим как связана с Таганрогом история Петровских реформ история Петровских преобразований даже можно сказать история рождения Петербурга ставшего впоследствии столицей Российской империи Таганрог в Петровские времена сыграл огромную роль он стал первым оплотом России на Южных морях он стал первым городом который строился по регулярному европейскому плану первой мощной крепостью которая строилась с учетом новейших достижений европейского фортификационного искусства здесь стояли первые регулярные полки созданные Петром I Преображенский Семенов здесь в гавани стояли первые русские корабли отсюда они выходили как я уже сказала в морские походы то есть первый 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 мы можем часто говорить применительно к истории Петровского периода Петровский период истории Таганрога очень короток потому что Россия эти земли не удержала при Петре I начав северную войну и чувствуя что северный противник Карл XII и Швеция оказались более уязвимы Петр I вынужден был после поражения в войне с Турцией оставить эти места Таганрог был частично разрушен с его укреплениями но как не коротки были дни Таганрога под властью Петра I но они как писал таганрогский историк Павел Петрович Филевский наложили печать величия на чело нашего города а теперь я снова предоставляю слово участникам экспресс опроса у вас сегодня есть возможность поздравить Таганрог поздравить его жителей с очередным днем рождения и что-то и городу и жителям пожелать пожелаю я бы хотела я сюда с удовольствием приезжаю каждый год два раза в год приезжаю в отпуск потому что люблю этот маленький уютный исторически богатый культурный город театральный город насыщенный историей полностью я его люблю обожаю и конечно же поздравляю всех жителей Таганрога нашего города окрестности которые теперь входят тоже в Таганрог поздравляю с днем рождения города и конечно желаю городу процветания открытия вот сейчас сколько нового мы каждый год приезжаем сюда и каждый год увидим что-то новое как меняется город как он начинает расцветать как его восстанавливают как сохраняют историю вот я бы хотела поздравить поздравляю всех с нашим прекрасным городом с днем рождения Таганрог замечательный красивый город великолепные старые фасады хочу пожелать чтобы эти фасады были отремонтированы и отреставрированы город заиграет абсолютно другими красками по нему будет приятно находить и любоваться теми нюансами которые есть на этих ну не древних но старых фасадах они очень красивые с днем рождения Таганрог уважаемые таганрожцы я желаю вам всем достатка здоровья и решения всех своих проблем а городу имениннику городу городу надо побольше молодеть побольше чтобы ухаживали за ним соблюдали какие-то традиции которые есть у нас здесь вообще-то администрация города должна принять в этом огромное участие чтобы навести порядок в городе и тогда город будет будет нас чище красивее и лучше и лучше ну жителям я хочу пожелать здоровья это самое главное успехов чтобы никогда не унывали чтобы все жизни сбылось для этого нужно трудиться трудиться еще раз трудиться Таганрогу я городу хочу пожелать процветания чтобы он разрастался появилась большая инфраструктура да и в целом ну и город и так красивый хочу чтобы он двигался в том же направлении расцветал ну все в принципе еще раз получается с праздником ну всем людям живущим и в нашем городе и не в нашем городе желаю прежде всего мира и здоровья нашему городу желаю хорошего хозяина чистоты в нашем городе не хватает это должно быть организовано нашей администрацией в достаточной мере у нас город морской чтобы у нас было много отдыхающих чтобы люди радовались и чтобы у нас были хорошие пляжи всем удачи ну я поздравляю город Тавинрог для меня он как родной вот что могу сказать то что я очень рада что я живу в этом городе потому что здесь хорошие открываются виды Азовское море оно тоже прекрасное то есть я поздравляю Тавинрог с днем рождения все и что ты ему желаешь а я желаю чтобы он всегда процветал и только развивался а жителям а жителям чтобы поддерживали чистоту в городе что еще что еще ну и все и все вместе делали его красивым да а также мирного неба над головой я желаю нашим жителям чтобы они берегли архитектуру города плачевное состояние города мне просто очень больно видеть как чахнут красивейшие здания как как ремонтируется не то что требует теплой и нежной заботы архитектура плачет беда вот это все пожелание это таганрогсам и руководителям города а самому таганрогу что бы вы пожелали процветание у нас красивейший город красивейший к сожалению мы мало знаем о нем я в том числе но город красивейший и ослепительно прекрасный и гости города которые приезжают к нам тоже потрясаются красотой города также они расстраиваются как и я о том что чахнут красивейшие здания город мог процветать еще больше если бы туда приложили теплую добрую роботу это мы и пожелаем нашему городу да? пожелаем дорогие таганрожцы и гости города я поздравляю всех вас с нашим праздником с праздником нашего города желаю ну прежде всего конечно здоровья всем мира всем пусть у всех все будет хорошо ну а нашему городу ну а нашему городу естественно процветание и прежде всего опять же мира я тоже от всей души поздравляю таганрог с днем рождения и желаю ему несмотря на почтенный возраст с каждым годом молодеть и быть красивым и ухоженным с праздником дорогие земляки таганрог с днем На Таганем Роге, на семи ветрах Встал у моря город волею Петра Крепость Приазовья, верности оплот На границах южных первый русский порт До земли клонились в поле кобыли Флот Петровский вывел в море корабли Сквозь века седые царь вперед смотрел На Руси настало время славных дел Гип-гип, ура! Гип-гип, ура! К великим делам Петра И час настал, пришла пора Наполнить ветром паруса Гип-гип, ура! Гип-гип, ура! К великим делам Петра Наш русский флот назло штормам Открыл пути к другим морям Чтобы Русь святая крепла и росла Деды жизнь отдали, честь им и хвала Не угаснет память через сотни лет Не уроним знамя доблестных побед Родины фурпостом стал Таганирог Из мечты Петровской вырос Таганрог Горделива Чайка над волной летит Петр Величава на простор глядит Гип-гип, ура! Гип-гип, ура! Великин делам Петра И час настал, пришла пора Наполнить ветром паруса Гип-гип, ура! Гип-гип, ура! Великин делам Петра Наш русский флот назло штормам Открыл пути к другим морям Пролетели века Но во все времена Светлый гений Петра Не забудет страна Гип-гип, ура! Гип-гип, ура! Великим делам Петра И час настал, пришла пора Наполнить ветром паруса Гип-гип, ура! Гип-гип, ура! Великим делам Петра Наш русский флот назло штормам Открыл пути к другим морям Гип-гип, ура! Гип-гип, ура! Великим делам Петра Гип-гип, ура! Гип-гип, ура! Гип-гип, ура! Гип-гип, ура! Гип-гип, ура! Субтитры подогнал «Симон»